Мутис поехали. Академия банного дела, банного союза представляет зачет по курсу домашний банщик. Сейчас у нас... Так, а кто у нас? Валентин. Фамилию кто зовут? Валентина. Валентин. Город где-то там за Ноябрьском. Такие севера, что я даже и названий не знаю. Все это будет в описании. Сейчас подпишем. Его задача показать все, что он научился делать за последние два дня в течение проходящего тренинга в Сургуте. Значит, все это сейчас у нас снимается в Сургуте, в банном таком пространстве, миниатюрном лукомое. И это очень хорошая такая перспективная разработка, когда можно поставить термобокс в любом панельном, грубо говоря, доме или там кирпичном, в любой квартире. В данном случае в массажном салоне. И процедуру можно проводить очень качественно и очень корректно. С достойным паром, с достойным проветриванием, со всеми делами. В общем, все работает на удивление. Вот просто классно. То, о чем, как это, революция, невозможность которой, как много говорили меньшевики, она случилась, совершилась. Давай, наверное, еще свет погаси. Это вот где-то там, нарушен свет. Выключайся. Главное, не погасите ее в термобоксе. В бане. Так, а у нас сразу погасла еще и вентиляция, да? Да, они там на одном проводе. На одном проводе. Ну, тогда оставляй свет, он не мешает. Оставляйте свет, ребят, не мешает. Все в порядке. Вентиляция нам сейчас нужна, не расходила. Хорошо, хорошо, помыл. Так ножки, прям по-хозяйски. Мне единственное, что не нравится, что... Не-не, было лучше. Единственное, что мне не нравится, что ты воткнул головой человека в стену. У тебя не осталось простора для того, чтобы потом ковшичком полить ему на голову, в случае, если он начнет впадать в какие-нибудь измененные состояния. А при том, как ты умеешь парить, человек начнет впадать в измененные состояния. И это неизбежно. Как бы мы для того и парим, чтобы человек уходил немножко из той реальности, в которой... О, хороший пар. Прямо чувствуется. Вот порог ты прямо сделал. О, вот она рука-то где. Там высоко, сильно не задерешь руку, да, она где-то здесь. Да сиди, не подпрыгивай. Вот они опахало пошли. Опахало в работе. Нет, слишком резко. Слишком резко. Можно чуть тише. Мы специально поставили Валентину внутрь туда музыку, чтобы он не подслушивал нас. Здесь тонкие стены, и он, если прислушается, услышит, как я тут бубнил. Я профессионально бубнил, а я три года работал на бубниловой остановке для трамваев. И это я не шучу, я серьезно этим занимался. Но я потому и поставил туда музыку, чтобы он меня не подслушивал, чтобы он пел свою песню без вмешательства со стороны. Видишь, веревочка наверху мешает, Леша? Цепляется. Когда начинает махать по-человечески, по-людски наверху, то веревочку цепляет. А веревочку у тебя для подсушки, ее надо чуть-чуть туда откинуть, или снять, или откинуть за спину, потому что, видишь, она брякает наверху. Оно, в принципе, ему не мешает, но хорошая работа с ногой. И знаешь, что мне нравится? Она такая отцовская, вот такая спокойная, подошел как хозяин, и все, что нужно сделать. И движения мягонькие, вообще, тебе уже можно выходить на следующий зачет абсолютно спокойно. То есть еще подобрать движения, сейчас у тебя где-то в арсенале порядка 12-15 движений, тебе еще добрать до 40. Такая вот, все, что необходимо знать мастер-живой бани углазного парения, взять еще парочку программ парения, не только спина, живот, а и другие вещи, и сдавать за счет по мастер-живой бане углазного парения. И это будет перспективно, очень перспективно. У тебя уже, в общем-то, все готово. Лишь бы только не срезался, не начал, да, не начал плотаться второй раз за ту же самую ногу или еще какие-то такие фокусы. То есть это полет фантазии, как уже начинается, в смысле голова слетает иногда, все-таки ты работаешь в пару. Хорошо. Слишком глубоко, хотя для него не страшно. У него, он все-таки занимается постоянно, поэтому ножки такие размятые, но для другого человека это может быть критично. С венчиками будь осторожен, из-за того, что рука сейчас стала жесткая, венчики посыпались. Видно было, как листья полетели. Вот это называется затупил. Вот сейчас ты потерял порядка 10 секунд просто на том, что думал, а что же делать дальше. Лучше этого не делать. То есть все движения должны проистекать из предыдущего. Я к тебе сейчас уже претензии предъявляю как к профессионалу, поэтому не то, что для домашних банщиков я тебе буду рассказывать. То есть я к тебе сейчас более плотные такие уже претензии предъявляю. Не сходил до пяточек, а можно было прогуляться. Ну, в принципе, и так хорошо, потому что икры ты уже обработал, обработал не плохо. Да, хорошая троечка, приятная троечка. Четверку я пока еще не увидел, но, наверное, покажешь больше. Хотелось бы увидеть четверку скрестную на бедрах, но это мы как раз в мастере живой бани образного парения проходим. То есть это не здесь можно видеть. Но впоследствии... Э, ручки, 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 ручки веников, они в царапках идут сейчас. Опасно. Этеншин. Ну, и, ребят, почему-то забываете о том, что можно приопустить немножко плавки, чтобы открыть копчик крестец и чтобы бить уже не через ткань. Через ткань ты даже 3% не донесешь туда. Ну, ладно, условия того, что мы снимаем все это на видео и сразу выкладываем в YouTube, да еще прямая трансляция идет в это же время, а диктуют, что мы работаем в плавках, это само собой. Но открыть копчик крестец никто нам не запрещает. Мало того, это необходимость. Поэтому даже если человек не снимает трусы, все равно работайте с открытыми частями тела. Ну, ягодичные мышцы еще как-нибудь переживут без прямого контактного удара. Их можно, в общем-то, лупить по-человечески. Не закрываешь. Я не знаю, что ты делаешь. Это я так понимаю, что ты сейчас изображал удар с подстраховкой, но веник у тебя не лежал. Вот посмотри еще раз. Веник, который лежал на плече, он не лежал, отопорщился. И ты в него втыкался не волосом веника, не самыми кончиками, а прям-таки углом веника туда втыкался. И лоб веника не давал тебе сделать нормальный удар по... Он упирался в предыдущий веник, не давал тебе сделать нормальный удар по спине. Тут надо очень внимательно к этому вопросу относиться. Опять нагрел веник. Можно было быстрее сработать с веником, и он более холодный пришел бы на лицо. Ты его успел подогреть сверка. Не так серьезно, как с предыдущим нашим бойцом, да, как Вася делал. Но все-таки не охладил, дверь не открыл. Контрасты мы делаем на открытых дверях, ребят. Делайте проветривание. Это проветривание нужно даже не гостю. Это проветривание нужно в первую очередь вам самим. Кто следующий пойдет, ребят, меняйте веники. Эти веники, они уже максимум укрывные, а лучше вообще на подружку. Возьмите работные веники, посвежее. Кто следующий пойдет, парень. Знаете, уже посыпались немножко. Все-таки ими и вчера немножко работали, а сегодня уже работа продолжается. В общем, косячок не открыл дверь. Я знаю, почему этот косячок происходит со вторым бойцом. Потому что вчера мы не открывали и не закрывали дверь. Не отважилось в голове, что нужно закрывать дверь, потому что вчера мы все время запарились с открытой дверью. На парозахвате. Да, на парозахвате. И та-то печка это вывозила. Ну, как бы поздно. Открыл, конечно, но сейчас идет потеря времени. То есть ты сейчас теряешь очень большое количество дверь на вот эту вот историю. А можно было бы сделать это походя. То есть он параллельно и контрастик делал бы, и проветривал. Тогда бы даже намахивать не пришлось. Спокойно бы накидал. Теперь заливай. И вот смотри, сколько времени уходит на все промежуточные действия. То есть вот на эти предварительные ласки ушло времени больше, чем на сам секс. Уж извини меня за аллегорию. О, да, ручками вверх. Это что за фигня за такая? Это что вообще такое? Ты ему даже рот не закрыл. Смотри. Валь, пожалей мужика. Валя, посмотри, рот-то ты закрыл ему, нет? Чем он дышит? Уши закрыли. Да, дышит душами. Ух ты, у нас даже чайок у вас. Ну все, я от вас не уеду, я в Сургуте остаюсь жить. Повторите, пожалуйста. Я в Сургуте остаюсь жить, я не уеду до тех пор, пока не кончится чайник. У меня там два пакета трав еще есть. Два пакета, то есть на неделю хватит? Я думаю, да, на недельку пока хватит. На недельку хватит, ладно, отдохнул у вас. Там в магазине сейчас уже был. Хорошая сейчас. Ну, посмотри, что ты наделал-то, Валь. Ну, ты как не укрыл лицо, так и не укрыл лицо. А ручками вниз не пробовал? Конечно, это преступление, то, что я сейчас делаю. То есть подсказывать вот в таком режиме лучше бы не надо. То есть в онлайн-режиме подсказывать. Лучше потом бы ты увидел. И опять-таки смотри, судя по тому, как торчит у него там борода, рот ты ему закрыл буквально двумя листочками. То есть венички для укрывания лица маловастенькие, и ты их еще и раздвинул, далеко развел. Здесь либо больше веники надо брать, либо, ах ты, он сам держит ногу. Валь поплыл, поплыл. То есть немножко зарапортовался и начал. Видишь, он поправляет себе веники. Потому что ему хочется дышать через холодные веники, а не через горячие. И не горячий воздух. Нам нужно усилие пошло запахом. Ну сейчас уже все, уже поплыл. Можно дальше не парить, грубо говоря. Почему? Потому что вот это уже работа, ну, совершенно другого класса, качества. Валя, Валь, абстрагируйся, отдохни, умойся. И снова начни. Продолжение как бы с нуля начни. Умойся, положи ножку, отдохни, открой дверь. Зарапортовался немножко. Пошел в каком-то старом образе. Лови новое состояние. Умойся. Потому что пошел, ну, как ошибка, допущенная на экзамене сразу. Я говорю, нельзя было отправлять его. Надо было оставить все как есть. Это даже не твоя, Валь, ошибка. Это моя ошибка. То, что вот сейчас происходит. Поэтому не обращаю внимания на вот такие вот вещи. Приходи в себя и с новыми силами потихонечку. Спокойно, спокойно беремся и делаем. Задача только одна. Сделать классно для гостя. Это основная задача. Сделать гостю хорошо. Как видите, у нас идет прямая трансляция в интернет. Ничего не скроешь. Ручки опять ушли вверх. Опять рот остался открытым. Значит, все еще плывешь. Значит, ты все еще в состоянии сдачи экзамена, а не в состоянии внимания гостя. Сейчас не важен экзамен. Сейчас важен гость. И все, что мы делаем, это все вот делается только ради него. Ради меня даже веник поднимать не стоит. Углы не промахиваешь. Углы застоенные совершенно. То есть и плечо у него дальнее никак не зацепляется. Опять лоб. Лоб закрываешь, только лоб. Рот не закрываешь вообще никак. И дальняя нога осталась тоже не промешанная, не пропаренная, не успокоенная. Вот сейчас ты укрыл. Вот это было первое укрывание с лицевой стороны. То есть на самом деле эти веники позволяют укрыть вполне нормально. Ну и из-за вот этих вот многих-многих лишних укрываний ты зарапортовался и уже не знаешь, что в этом делать. С какой ноги теперь идти и так далее. В общем, потеря по времени порядка пяти минут получилась. Абсолютно вот неоправданная потеря по времени. Парение живота тебе нужно еще дорабатывать, потому что сейчас вот перехваты пошли непонятные. То есть неизвестно, то ли так взять, то ли так упереться, то ли так перехватить. Это должно быть уже настолько в автомате, чтобы вообще уже не думать о том. Вот сразу взялся, взялся. Не было поджатия, да, вот оно. Выворачиваешь коленку немножко, видишь, она подвинулась. То есть не точно попал ладошка в ладошку. Это чревато. Ну как бы здесь опасности большой не было, что ты там что-то вывернешь, но надо внимательно делать. Потому что человек, когда у него возникает вот эта вот опаска, что ему сейчас свернут коленку, он начинает напрягаться, и он уже не расслабляется до самого конца. Он вот чуть-чуть почувствовал опасность, и дальше он в таком напряженном состоянии будет до конца лежать и не доверится тебе. А очень хотелось бы, чтобы он расслабился, ушел в нирвану свою, в какую-то там, и там летал. Увидеть, кто ты есть на самом деле в бане. У тебя очень высокая и очень почетная, но в то же время опасная должность. Ты сейчас стоишь на перепутье, ты его можешь и усыпить, и разбудить. Ты на серединочке, вот здесь. Ты его сейчас убаюкивать по идее можешь. Вот это вот добаюкивание, оно и есть. Почему нам так важны ритмы? Почему так важно, чтобы ты сейчас не суетился и не стучал вот с такой бешеной скоростью, а шел в его скорость медленно, спокойно, в состоянии дедушки, который целый день колол дрова, устал, и сейчас пришел так чуть-чуть помахать венечком. В этом состоянии ты доверяешься этому дедушке. Потому что ты знаешь, что он даже если захочет, не сможет тебя изуродовать. Просто сил не хватит. А когда заходит кабан накачанный в баню и говорит, что-то как-то у меня все сжимается, и причем во всех местах. Животик не провернул. Работа с животиком не законченная. Слишком сильно вытягиваешь ручку, она на него в струночку натянута. Это чревато тем, что можно чуть сильнее ударишь и вышибешь локоть. Потому лучше ее не вытягивать, а так полурасслабленную такую кольтишку держать, разнеженную. И тогда у тебя все будет намного мягче, намного удобнее. Вот так хорошо. Ручки веников было бы разумно мне положить сразу вдоль пальца, чтобы сейчас не проворачивать. Куда тащим? Куда тащим? Кладем туда. И потом только Стаскин молодец. Услышал меня через систему. Молодец. Сразу положил, амял походу, пока складывал. И потом только уже снял перчаточкой. Очень простая история. В общем, это видео можно будет выкладывать на YouTube абсолютно. То есть, таких грубых косяков здесь нет. То, что ты там где-то немножко плывешь или где-то выходишь из состояния, с кем этого не бывало. Вполне любой влетает в такую историю. Не понимаю, что ты делаешь с этой водой. Зачем тебе этот зеленый тазик надо? Что там с ним происходит? Это какое-то резервное питание у тебя. Повербанка лежит. Опять немножко натянутая напряженная рука. Видишь, она как сыгрывает у тебя жестко под полударами. Она прямо как на вышибание едет. А хотелось бы, чтобы она такая блин, 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 туда-сюда. То есть, это значит, что он не расслабляется. У него мышцы немножко напряжены и даже не немножко напряжены. Не знаю, зачем ты второй раз перевожу здесь веник. Какая-то тонкая нежданка у нас пошла. Опять ручка. Да, он сам раз развернул веник под рукой. Профессионал уже лежит. Понимает, как нужно. Сам себя парит потихонечку твоими руками. Подпаривает, что называется. Самолечение вас погубит, Василий. У меня тут, собственно, вопрос возник. У меня это тоже было так явно видно? Что ты ему диктовал, абсолютно было видно, конечно. И это неплохо. Это было слышно и видно. И ничего страшного. Я за эти подсказки вообще не ругаюсь. Если бы мне нужно было, я бы постучал или положил тебе верхунку на рот, чтобы ты замолчал грязную причину. А так это было нормально. Это вполне в допуске. Хороший сделал контраст. И то, что ты сейчас поддал, это даже здорово. Вот ты сделал такой достаточно яркий контраст. Но после поддачи ты не помахал над ним, понимаешь? То есть ты поддал, получилось, для своей головы, а не для него. В голове-то к твоей прилетело, ты-то улетел, а ему не досталось. Но потому и не досталось, что ты улетел. А знаешь, почему улетел? Потому что ты превысил скорость, во-первых. Во-вторых, пошел временами на руках, в чистом виде на руках. И это тебя полурубалами ставит. Полурубалами. А ты не подслушивай, тебя подглядывать поставили. Потом посмотришь свое видео, все подслушиваешь. В общем, хорошее парение. С точки зрения домашнего банщика вообще, оно бесспорное. То есть оно прекрасное парение с точки зрения домашнего банщика. С точки зрения следующего зачета, ты полностью к нему готов. Нужно просто все дотачивать. То есть психологически готов. Физически... Да, давай, давай, тихонечко. Вот так, хорошо. Физически пока еще нет, нужно просто нарабатывать. Вот эту программу надо погонять несколько десятых раз. То есть после там ста клиентов, ты эту программу будешь выплевывать просто в лед. А для этого тебе нужна своя баня и свой список гостей. По времени, в принципе, ты уложился даже при учете того, что были у нас вот эти вот затыки. В общем, все хорошо выкладываю на этику, боюсь.